Сегодня у нас с вами тема, про которую не рассказывал, наверное, и не написал чего-то, только ленивый. Но я постараюсь, чтобы было интересно и полезно, и более практично по возможности. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Ина. Я занимаюсь организацией процессов тестирования больше 10 лет. Выступаю на конференциях, веду курс в ОТОСе по Куалидам. И начала работать с удаленными командами тогда, когда это еще не было мейнстримом. Работала в очень больших компаниях, работала в очень маленьких компаниях, работала на фрилансе, работала на удаленке, работала в ОТОСе, работала в ОТОСТАФе и так далее. Постараюсь с вами поделиться своим опытом, работала в очень разных сферах, от геймдизайна и от геймигр различных до тестирования биометрии, страховых компаний, банков и всего остального. Расскажу вам немножко про правила нашей лекции. Вы можете писать вопросы в чат по ходу лекции. Я тоже буду задавать какие-то вопросы к вам. Пожалуйста, отвечайте. Не поленитесь, чтобы было какое-то общение хотя бы, несмотря на то, что я вас не вижу и не слышу. После каждого логического блока лекции вы увидите слайд с вопросами, то есть слайд, когда вы можете задавать вопросы на уже прослушанный материал. Я буду стараться на все отвечать, буду зачитывать ваши вопросы тем, кто не смотрит чатик, чтобы было понятно, и за ним пойдет следующий логический блок. В самом конце я дам немного материалов для самоизучения по нашей теме и все, что около нее, изучать эти ссылки, работать ли с ними, читать ли это ваше решение. Мое дело, как говорится, дать материалы, дать информацию. В конце лекции я скину в чатик отзыв, ссылку на отзыв по лекции. И, пожалуйста, проставьте, таким образом вы сделаете нас лучше. Мы действительно все отзывы читаем, все обрабатываем, очень быстро на них реагируем. Я сейчас буду выключать видео, потому что трансляция на YouTube закрывает, к сожалению, мной мои же слайды, чтобы вы видели весь контент. Немножечко будем, как говорится, без видения картинки. Итак, перейдем к плану нашей лекции. Цель данной лекции – рассмотреть плюсы и минусы удаленной работы, обсудить и нивелировать какие-то страхи удаленки и пробежаться по базовым принципам организации процесса в удаленной команде, а также немного затронем тему самоорганизации и, собственно, собеседований и вакансий. План лекции у нас следующий. Посмотрим немного статистики по удаленным командам, что в целом говорят об этом и какое нам пророчат будущие аналитики. Рассмотрим, какие есть страхи или назовем это негативным ощущением или опытом у кого что от работы с удаленными командами. Мы постараемся это все нивелировать или научиться с этим смиряться и жить дальше. Начнем, естественно, с себя любимых и организуем свою работу и подходы к ней. Пробежимся по выстраиванию процессов. Я дам ряд рекомендаций по использованию чего-либо для прозрачности. Мы затронем тему собеседований и зарплат удаленных команд из разных стран и регионов, затронем метрики, которые пригодятся руководителям в работе и сделаем выводы. План, в принципе, довольно большой, времени не так много, так что начинаем. Единственное, что перед тем, как начать, я бы вас хотела попросить одну вещь. Напишите, пожалуйста, в чатике, кто из вас какую должность занимает, если это вас не затруднит. Или хотя бы IT, чартом, КОА, ДМ, ПЕМ и так далее, если несложно. Я просто по ходу лекции скорректировала материал на основную аудиторию. Итак, удаленная работа стала масштабным событием в 2020 году и не умолкает до сих пор. Несмотря на то, что такое мало кто мог себе представить еще в 2019-м, многие компании смогли оперативно перейти работать на новый формат и столкнуться с рядом проб и ошибок такой работы. Не оказались готовыми и многие руководители, и обычные сотрудники. Многие не представляли себе, как же выживать в этой всей стихии, как сохранять бизнес и как, собственно, в этом всем еще и умудряться заниматься саморазвитием или развивать других. Считалось, что вокруг сплошное минное поле проблем, да и до сих пор, собственно, иногда кажется, и, может быть, даже и не кажется. Вы не видите своих сотрудников. Вы не можете все контролировать. У вас снижаются KPI и растут сроки. Увольняются сотрудники, а те, кто ранее работал в офисах, больше не хотят туда возвращаться. Или вы не понимаете, какими инструментами пользоваться, как мотивировать удаленных сотрудников и как прекратить этот день сурка удаленщика и разграничить работу и личную жизнь, находясь все время дома и еще много-много-много-много всего. И при этом мы видим все вот такие вот статистики. В вопросах показывают, что там 30% сотрудников из разных компаний считают, что они выполняют больше работы за меньшее время. По ряду опросов показывают, что многие считают, видеоконференц-связи, очень эффективными для работы. Многие считают, что предпочитают работать удаленно. Кто-то готов трудиться в офисе. Кто-то показывает, что все равно, все уже перекос идет в сторону, работу из офиса. Другие показывают, что наоборот, все уходят на удаленку. И таких публикаций в сети тысяча. Аналитики прогнозируют, что работа в удаленном формате продлится еще довольно очень долгое время. И даже не коронавирус тому виной, а то, что как ни крути, но довольно многие не захотят возвращаться в офис, так сказать, попробовав другую стихию. Спасибо большое за ответы в чатиках. Смотрим дальше. Сейчас большинство компаний выбирают некую золотую середину. В офисе могут работать все, у кого нет условий для работы дома. Как правило, это те люди, у которых там маленькие дети в семье или многодетные семьи, или у кого небольшая жилплощадь, или же по состоянию какого-либо здоровья близких людей, допустим, нет возможности. И те, кто просто предпочитает такой формат удаленно, же оставляют работать те, кто хочет и может. Как крути, не крути, но в принципе полное возвращение на 100% к тому, как было когда-то, то есть в 2019 том же, вроде как уже не предвидится, потому что мы начали пробовать новую реальность, и многим она пришлась по вкусу. И поэтому нам всем приходится жить в этих, собственно, реалиях. Поставьте, кстати, в плюсик в чат те, кто предпочитает удаленку офису, и минусы те, кто предпочитает на 100% офисный вариант. Плюс, минус, плюс, плюс. Здорово. Как всегда, пополам. Прикольно. Давайте немножко посмотрим на плюсы и минусы удаленки. Плюсом считается, что не нужно вставать рано, добираться x часов до офиса, но при этом развивается у людей более ленивое состояние. Не тратится, опять же, x часов, чтобы добраться домой, но при этом не все уже поедут в тот же спортзал, особенно если до этого он был рядом с офисом. Экономятся деньги на обедах, но при этом приходится готовить дома. Экономия денег на бензин или билеты, но при этом расходуется интернет или электричество. Возможно, разница несоизмерима, но все же. Тотальный контроль сменился свободой действий, но при этом рабочий день растянулся из 8 часов до 12 и больше. Не требуется вроде как арендовать большие офисы, но нужно подумать про поддержку и обеспечение техников сотрудников. Экономия на уборке или обеспечение офиса, но с другой стороны вроде как люди без работы остаются и так далее. Если абстрагироваться, то на любой плюс мы найдем свой минус, и на любой минус найдем свой плюс, как это банально не звучало. Если посмотреть со стороны, то сквозь деньги и прочее видится основная проблема, которая гораздо сложнее по своей устраняемости, и она психологическая. Боясь подпустить контроль, боясь, что работы никто не будет работать без насмотра со стороны. У руководителей начинаются страхи, что они не могут контролировать все, не видя, чем занимаются сотрудники. Некоторые разочаровываются, потому что снизилась эффективность команды, чувствуют в этом свою вину как к руководителю. Многие разочаровываются, потому что повысилась эффективность команды, как ни странно, но при этом руководитель чувствует себя ненужными и лишними, мол, и без меня хорошо все работают. Многим не хватает общения, то есть есть люди, которые нуждаются в этом. Много страхов, что мы будем все не успевать. Снижение коммуникации, нет так называемой социальной зависимости от команды. То есть люди не общаются между собой, не знакомы между собой, не возвращаются с работы вместе, не ходят в кафешечки общаться и так далее. Отмениваться новыми информациями и всем остальным. Сложно либо невозможно мотивировать людей на удаленке. Выгорание людей, сложно удержать сотрудников и не понимают, какими инструментами пользоваться и так далее. А какие есть страхи у вас? Поделитесь. Чего вам страшного говорит удаленка? Какие бывают проблемы? Есть у кого-то негативный опыт? Или у всех все хорошо и прям негативного не было опыта? Я тут зря накидываю просто ужасов. Ладно, чтобы нивелировать те или иные страхи и риски, мы начнем, как ни странно, с себя. О, пришли сообщения в чатике. Непонятно, чем занимается сотрудник. Мой руководитель отменил удаленки по вашим первым пунктам. У IT снова очень много работы, а потом нет работы. Ну, окей, проблемы здесь не в удаленке все. Ладно, переходим дальше. Так, чтобы нивелировать все страхи и риски, начнем все-таки с самих себя. Как говорится, если хочешь что-то сделать лучше, начни с себя. Первое, что чаще всего необходимо сделать, это пройти ряд психологических тестов. Не спешите кидать в меня тапками и всем, чем под руку повернется. Это не те тесты из Фейсбука, которые вы проходите, там, кто вы из Игры Престолов, а действительно психологические тесты. И это тесты не на болеете ли вы шизофрении, это тесты на определение ваших способностей, софт-скиллов, так сказать. То есть, особенно если вы руководитель, вам подойдут такие тесты, как тесты на самоорганизацию, на ответственность, на определение степени выгорания. Эти подойдут точно всем. На оценку собственных качеств руководителя и что и какие скиллы нужно развивать. Ну, и на психоэмоциональный интеллект, даже без него. На некоторые тесты я дам вам ссылки в конце лекции. Остальные, в принципе, легко будет нагуглить самим. Есть тесты, так называемые модели TLC, который показывает именно большое количество скиллов, насколько они у вас развиты, насколько идет перекос какой-то. И вы сами решаете, какой скилл вам нужно подкачать, какой нет. Ну, а на ответственности выгорания, это, соответственно, скиллышство из теста, чтобы просто посмотреть, как у вас дела и что у вас как происходит. Вы можете сами не знать, потому что психология такая штука, что вы думаете, что все классно, вы в драйве и так далее. На самом деле, как говорится, выгорание подкрылось незаметно. Рекомендации по организации своего рабочего пространства и своего рабочего угла, там, собираться с утра, как на работу, а не работать в пижаме и так далее. Я думаю, все и так читали и много знают. Единственное, что я добавлю, это постарайтесь нивелировать такие риски, как технические. Это зарядка телефонов, ноутов, пауэрбанков, иметь запасной интернет. Все это реалии, которые сейчас необходимо обеспечивать. Если вам не хватает коммуникации с людьми, пользуйтесь видеосвязью. Если сильно снизит, точнее, это очень снизит вашу психологическую нехватку общения. В этом, кстати, нуждается не так много людей, как кажется, примерно половина, потому что есть какие-то люди, у которых, наоборот, на митингах и работа с камерой вызывает стресс. Поэтому по возможности не давите на них. Для многих страх камеры – это тоже реалии. И если у вас отсутствие человека напротив вызывает слишком большой дискомфорт, то попробуйте договориться с ним как-то по-другому. Тихонько сказать. Что тяжелее всего на удаленке? На удаленке в работе дается тяжело два пункта. Это разделение личной жизни и работы и доверие самоорганизацией. В часть разделения личной жизни и работы тут два, так сказать, полюса. Со стороны руководителей есть непонимание, чем еще можно заниматься, кроме как работы 2-4 на 7 на удаленке, особенно если карантин. Это как бы реальные примеры жизни. И другой момент – это тотальный контроль со стороны руководителя. Чуть ли не каждые полчаса-час в чате, на звонках и так далее, чтобы прям микроменеджмент forever. Коллегам же чаще всего тяжело дома осознавать, что он на работе. И работа превращается в день сурка. Я проснулся к ноуту, условно поработал, вроде как надо завершать, но такой, а посмотрю-ка я ищу чатик, а посмотрю-ка я ищу почту, что-то там где-то ответил, туда-сюда, уже там час ночи надо ложиться спать. И так по кругу бесконечности. Для того, чтобы это все убрать, я рекомендую использовать, ну, как бы очевидную вещь – тайм-менеджмент. Руководителям доверять людям и самим не нервничать по каждому поводу. Тут бывают проблемы глобальные, и никакие самоконтроли и метрики с показателями, что все неплохо или хорошо, могут не помочь. И есть и обратная сторона медали. Это, конечно же, неорганизованные работники, у которых снижается KPI и их работа. Метрики и тайм-шиты, собственно, спасут весь ваш мир и все ваши нервы. Выстроите на проекте единую систему оценки задач в фич-сторе, что бы у вас там ни было. Проведите daily или weekly, встроите метрики, например, на той же диаграмме Ганта, по которой вы сможете спокойно отслеживать степень готовности выполнения работы. Используйте карту Шухарта. И если вы видите какие-то странные низкие показатели у кого-то, то среагируйте, оцените и обсудите этот нюанс с самим человеком или с его руководителем. И если ситуация не исправляется, тогда уже решайте, что вам, собственно, с этим человеком делать. Возможно, что это как бы жестко, но реалии удаленки таковы, что только самодисциплинированные люди смогут нормально в этих условиях работать и давать полноценный результат продукту. Порой удаленка и такие люди дают результат выше, чем давали бы его в офисах, так как их никто не отвлекает и не дергает, особенно в open space. И человек более сосредоточен на своей работе. И, как говорится, 20% законов никто не отменял. 20% работы дают 80% результата. Помните об этом и наоборот. Таким людям важно использовать тайм-менеджмент, чтобы делать перерывы на работе и не выгореть та же помидорка либо техники пустого инбокса. Как минимум, вам в этом помогут. Переходим к самому интересному вопросу. Смотрю чатик. Так, боюсь незаметно бросить все и уснуть. Обучать тяжело на удаленке, особенно если надо показывать на устройстве. Нет, обучать не тяжело на удаленке, поверьте мне, как преподавателю одного из курсов. Все дело в организации процесса обучения, и это можно как бы сделать. И показывать на устройстве тоже не проблема. Есть куча инструментов, захватывающих экран и все остальное. Необходимость начальства ставится под сомнение. Ну, смотря как и где. То есть есть действительно, когда у вас действительно там, я не знаю, 10 менеджеров и один, так сказать, рабочий человек, то да, необходимость этого начальства всего в таком скопе ставится под сомнение. Возможно, что их действительно нужно как бы переквалифицировать либо перераспределить на другие проекты. Если у вас нормальный менеджер, который организовал прозрачные процессы, настроил доверие и коммуникацию в команде, я об этом расскажу чуть попозже, то, в принципе, такое начальство под сомнение никогда не встанет. Я работаю в пижаме и без камеры. Я тоже работаю по-разному, но, к сожалению, это могут делать не все. То есть некоторым, кому тяжело на работе, ну, точнее, дома почувствовать себя на работе, им вот рекомендуется такой подход. То есть чтобы одеваться как на работу, уйти как на работу. Если есть отдельная комната, то назвать это прям, я не знаю, там, рабочий офис. Если есть возможность такая уединиться, то как бы все уединяются. Но, на самом деле, если вам этого не нужно, вы можете хоть голой работать, и все будет хорошо. Главное, камеры не включать, а то, может быть, разные казусы. Какие казусы, казусные ситуации были на созвонах? Казусные ситуации на созвонах довольно-таки чаще всего, если это включенное видео, да, там какие-то родственники, дети бегают мимо там в разных видах позиций, позициях с разными диалогами. Или же там, не знаю, было пару ситуаций, когда у меня коллега работает, у него как бы жена, которая с ним же живет, она тоже была на созвонах, но по своей конторе. И она там руководитель или что-то такое, я точно уже не знаю. И он как бы сидит к нам, собственно, мы видим камеру и видим у него спину. Ну, то есть она напротив него сидит спиной к нему. И она там что-то разговаривает, разговаривает, потом ложит трубку, и так получается, что размьючивается наш коллега, который должен был бы сейчас отвечать на вопросы. И девушка его неистово матерится там в течение нескольких минут по результату созвона своего. Это было смешно, но мы поржали. В организации нужны дружественные отношения, начальство должно доверять работникам, иначе зачем с ними работать? Все верно. Самое главное – это доверие, но не всегда удается это выстроить, особенно если менеджмент не готов психологически к такой работе и к такому подходу. Насколько эффективно оценивают на удаленной работе? В принципе, я вот работаю давно удаленно, но моя команда, с которой мы сейчас работаем уже второй год, они в прошлом году, собственно, внезапно очутились на удаленке, и им было тяжело, допустим, переквалифицироваться, потому что был ряд проблем, был ряд вопросов, и мы, собственно, с ними прорабатывали ряд нюансов. И сейчас, ну, не знаю, у меня ребята дают реально больше результат, чем когда они были в офисе. Ну, потому что в офисе там Ваня встал, пошли покурим, они пошли покурили, там часа их нет, условно говоря. Петя встал, там пошли чай попьем и так далее. Вася встал, пошли аналитика искать, они там пошли по офису бегать по пяти этажам, искать аналитика и так далее. То есть на это все не тратится время, и, соответственно, они дают больше просто результатов, более сосредоточенные. Но единственное, что да, мне действительно приходилось их в конце рабочего дня выгонять с чатов, выгонять с, так сказать, работы, чтобы не было выгорания и перенапряжения с какими-то овертаймами. По выполненным задачам отлично оценивается сотрудник, но отдален, неважно, в какое время он их выполняет, если выполняет к заданному сроку. В принципе, это очень классный подход, потому что у меня, допустим, так как работает ряд ребят из разных часовых поясов и разных стран, то мне в целом тоже не важно, когда они там онлайн. У нас есть несколько часов, которые они обязательно должны быть, и когда они там что делают, мне абсолютно не важно. Так, увольняет такой менеджмент, который не готов доверять своим сотрудникам. Давайте без таких резких телодвижений. Возможно, что менеджмент просто не в курсе, как это доверять, либо боится доверять, и ему можно с этим абсолютно полноценно помочь и перевести его на нормальный рабочий режим. Так, давайте дальше. Раз затронули тему увольнения, давайте поговорим о собеседованиях. Собеседования в онлайн-формате по факту ничем не должны отличаться от собеседований оффлайн, кроме того, что вы видите человека не прямо в офисе, а просто через камеру. Вам все так же нужно публиковать вакансии, готовиться к собеседованию, проводить его и искать кандидатов. Единственная разница, что человек находится в другой точке города, а то и страны. Хочется сказать, что на слайде я, в принципе, написала основные правила вакансии. Очень хочется, чтобы к ним прислушались, и особенно при отборе резюме. Я очень часто на LinkedIn вижу ряд опросов, каким должно быть резюме, как правильно оформить, в каком формате, на каком языке, вставлять фотографию, какого размера, писать ли то, указывать ли это и так далее. Я призываю всех HR, если среди вас они есть, игнорировать такие вещи, как неудобный формат, мне нравится PDF, он прислал Word, или там, не дай бог, ссылку на Google Doc, там наличие фото есть, оно нет, его возраст, пол, образование, не знаю, там все, что только может быть, но образование еще ладно, можно как-то посмотреть, если вам это важно, но вот все остальное при отборе, оно абсолютно не важно. Смотрите на скиллы и на опыт человека, остальное вам в работе не нужно. Если у вас еще несколько вакансий, например, у вас там пачка вакансий, вам один человек присылает резюме на какую-то одну из них, то рассмотрите все вакансии, посмотрите, подходит ли он под какую-либо из них, возможно, вы ему ее предложите, и он на нее тоже согласится. Не буду долго на этом останавливаться. В эпоху удаленки, компании, которые стали оперативно хантить людей из регионов и других стран, оказались в более выигрышной ситуации, так как они не ограничены городом, страной, чтобы заполучить отличного специалиста. Но также многие попались на удочку, предлагая людям из регионов зарплату либо такую же, как в регионе, либо чуть-чуть выше, но далеко не такую же, как в офисе и их родном, собственно, городе, где они располагаются. И в результате получили проблему с тем, что таких сотрудников удержать оказалось очень тяжело. То есть, если вы сейчас хотите заполучить хороших сотрудников, то у вас, в принципе, фактически безграничные возможности. Остается только там посмотреть, в каком виде вам можно, собственно, проработать. Да, вы проводите оценку по итоговым собеседованиям. Я очень всем рекомендую использовать матрицу компетенций. В матрице компетенций вы можете оценивать дважды. То есть, если у вас там первое собеседование проводит HR, а потом подключается там уже сам специалист отдела или руководитель, то HR по мере прохождения предварительного собеседования либо же при рассмотрении резюме непосредственно проставляет, какие скиллы в резюме есть, какие нет, и отмечает их в матрице компетенций. И когда он проставляет эти все пунктики, вы уже как бы можете видеть по матрице, стоит ли вам этого человека звать на собеседование либо не звать на собеседование. И, пожалуйста, не забывайте про софт-скиллы. Софт-скиллы сейчас становятся прям очень важны. Это не то, чтобы я так прям настаивала, хотя я очень за софт-скиллы, помимо хард-скиллов, естественно, но тем не менее. Как говорил мой руководитель, если человек к нам подходит, но он не знает, как заводить таски в джире, то мы тасками в джире научим его за два часа развить там и обучить его джаваскрипту мы за два часа не сможем. Поэтому смотрите как бы на хард-скиллы и на софт-скиллы у человека. Ну и, собственно, фидбэк. Сейчас фидбэк у нас есть такая штука, что мы отправляем вакансию, нам проходит собеседование, и мы ждем потом в результате фидбэка там неделю или даже месяц. Проблема в том, что как бы тут есть HR, которые немножко расслаблены, у меня есть для этого хорошая поговорка, пока вы думаете или ждете, пока человек вам выполнит техзадание, кто-то ему шлет оффер. Если вам человек понравился, если вы в нем уверены, он вам подходит по хард-скиллам, по софт-скиллам, шлите ему оффер. Нечего раздумывать, как говорится. А там уже дальше посмотрите, может, он еще к вам и не пойдет. Но вернемся немножко еще к зарплатам. Обязательно зарплату. Вряд ли компания, допустим, в Москве или там в другом центральном городе вашей страны наймет себе сотрудников из региона по цене зарплаты региона. Им придется повышать зарплату практически до уровня центрального города, что в целом позволяет хорошим и талантливым специалистам получать достойную ЗП в любой точке мира. Но есть обратная сторона медали. Для HR это говорит о том, что очень большой выбор. То есть сейчас у них безграничные возможности и практически безграничное количество резюме. Тяжело искать, отбирать кандидатов, и сложно оформлять иностранных сотрудников удаленно. Плюс непонятно, какие там вилки зарплат использовать, когда они в других странах живут и все остальное. Как я уже говорила, при оценке выбираем матрицу компетенций. Оформлять можно как фриланс, ИП, через Solar Staff, любые другие ресурсы похожие, ИП или как там у вас это называется, ФОПы и прочее и так далее. Есть небольшое такое правило, которое уже возникает негласно. Это где находится компания, такая и зарплата. То есть средняя зарплата должна смотреться не по нахождению человека в городе, а по работе компаний. В принципе, все это как бы ничего, если бы не попытки удержания сотрудников. Как ни странно, в наших реалиях удержать сотрудников стало сложнее, чем найти сотрудников. Для удержания сотрудников компаниям придется пересматривать свои подходы. Нужно переходить к практикам бирюзовой культуры, чтобы устранить микроменеджмент. Должен быть повышенный приоритет. Еще будут больше играть такие вещи, как стабильность компании, доверительная атмосфера в команде, реализация амбиции сотрудников, собственные менторы, наставники и развитие сильных сторон сотрудников в рамках самой компании. Потребуется также нанимать штатных коучей и психологов, корпоративных фитнес-тренеров, йогов для медитации, дополнительный бюджет, наличные улучшения и так далее. В общем, все, что вашей душе угодно. Перейдем к пункту, которую мы любим, вопросы. Посмотрим на чатике. Кошки на митингах – это прям святое. У меня кошка часто очень ходит вот так вот, поэтому если вы увидите хвост, не переживайте. По выполненным задачам отлично оценивать сотрудник на удаленке, неважно, в какое время он их выполняет. А, так, это я читала. Так, если считать по выполненным задачам, то есть ускушение плодить задачи на каждый чих? Нет. Для этого нужно нормально декомпозировать задачи, и не нужно их плодить, а нужно делать нормально. Стали ли больше работать на удаленке? Нет, не стали. Если смотреть, к примеру, что раньше вы тратили, ну, в среднем час до работы, 8-9 часов на работе, да, включая обед, и час после работы, то это, по сути, и так у вас был 12-часовой рабочий день, если не сбилось со счета, 11. При этом на удаленке вы работаете 8-9 часов, там, плюс-минус, если задерживаетесь. Обычно люди даже обедают возле компов и не отходят от этого, как говорится, задачи, а иногда и забывают про то, что нужно еще поесть и все остальное. Но для этого даже ставим напоминалки. У меня, допустим, в чатике на всю команду забито время на обед, там, которое удобно каждому, и время, собственно, на перерывы, то есть те 5 минут, когда там каждый из сотрудников делает себе перерыв, чтобы передохнуть. Не всем повезло с начальством. Это да. Вы рекомендуете искать обзоры зарплат на рынке. Обзоры зарплат на рынке сейчас рекомендую искать только там, где вы находитесь, где находится ваша компания, потому по той компании, собственно, и смотрите зарплаты. Тут может быть, конечно, проблема у небольших компаний, которые сейчас находятся в регионах, с тем, что все ценные сотрудники действительно удаленно уйдут работать, так сказать, на центральный город. Но как-то с этим, видимо, будут бороться. Я пока, честно говоря, не знаю, как. Так, у меня нет такого начальника, как мы. Спасибо. Что такое березовая культура? Просвитите, пожалуйста. Есть такое понятие, как разные культуры руководства. Есть березовая команда, есть уровень ценностей, спиральная динамика, собственно, и там есть раскраска по всем подходам и вариациям каждой компании. Березовый уровень да очень тяжело достичь на самом деле, но тем не менее... А, ну вот вам, кстати, написали дальше, да. То есть почитайте книгу про спиральную динамику, можете посмотреть доклады Максима Цыпкова. Он очень много рассказывал про эту динамику, и, собственно, это прям его, так сказать, конек в последнее, не знаю, сколько времени. Доклады очень классные, можно посмотреть, если вам зайдет, и будет непонятно еще почитать книжку сверху. Еще вопрос есть по найму и собеседованию? Собственно, есть ли вообще вопросы по найму и собеседованию? Открывай федерализацию будущего тоже классная книга, согласна. Так, вопросов по найму нет, я смотрю, да? Все ждут следующую часть видео. Окей, переходим к самому любимому. Что касается непосредственно организации процесса в команде. Рассказывать можно, на самом деле, очень долго по каждому пункту, разъясняя, допустим, некоторые непонятные штуки. Ой, я видео не выключила, простите, вам не видно. На самом деле, отличие процессов, удаленных от офисных, невелико. Это больше сводится к инструментам, которые вы должны использовать. Единственное, что изменилось, это то, что у нас как бы и раньше в офисах прозрачные процессы были, мягко сказать, мутноватыми. Вот, поэтому, когда происходит удаленка, и процессы действительно должны стать прозрачными, чтобы вы работали, а не получали сниженный KPI, у всех начало появляться побольше проблем, чем они бы хотели. Но, как ни странно, все равно больше процентов проблем сводится к людям психологии и с выбором инструментов, как я уже сказала. Я, допустим, работаю с сотрудниками в разных часовых поясах. И когда это случилось первый раз, мой рабочий день начинался с самого удаленного и раннего уголка планеты, то есть в 5 утра, и заканчивался самыми поздними сотрудниками, которые были в Новосибирске. И мой рабочий день превращался в 18 часов минимум. Выгорание и нервный срыв, как следствие, пересмотр всей ситуации, как итог. Такой не happy pass, конечно, кейс. Для начала скажу, что теперь я в большинстве проектов все же нанимаю себе разную удаленную многонациональную команду и желательно с разными часовыми поясами. Как-то я это говорю вслух, многие крутят пальцем у виска. Но я научилась из этой ситуации выжимать максимальную пользу. Для начала я скажу, что подбираю команду так, чтобы повсеместное пересечение и наличие онлайн всей команды было не меньше 3 часов, а лучше 5. Что нам это дает? У меня нет периода, настали январские праздники, которые в России длятся 2 недели в январе, и все на проекте становится, как говорится, в очень такую нечитаемую букву. Никто не работает или все улетают вообще в жесткие овертаймы, а компания на увеличение бюджета. Благодаря разным странам у всех разные госпраздники, и пока отдыхают одни, как говорится, работают другие. Часовой пояс позволяет увеличить производительность команды без, опять же, овертаймов. Плюс команда, если у вас большой проект, у меня просто команда сейчас, 18 человек сугубо мои, и еще 72 там как бы сверху. И часовой пояс помогает немножко передохнуть. Как ни странно, людей все равно много, и тебя в чатике тоже там дергают, или на какие-то созвоны, либо еще на что-то. А когда у вас там по очереди часть команды уходит на праздники, другая работает, соответственно, отвлечения становится гораздо меньше, и ребята спокойно себе работают и дают довольно высокие показатели. Особенно этот плюс заметен в разработке и тестировании, потому что у нас выстроено немножко так, что идет, допустим, больше разработчики в одном поясе, и тестировщики больше в другом, но при этом есть еще и те, которые работают там, пересекая друг друга, чтобы все были. И если, к примеру, основная часть разработки сегодня заканчивает в 5 часов фичу, то это значит, что по срокам в один день тестирования вы ее получите не только послезавтра, но в моей ситуации вы ее получите не послезавтра, а завтра в обед. Потому что, когда, как говорится, разработка засыпает, просыпается мафия тестировщиков. И в другом часовом поясе они, собственно, успевают проверить часть фичи, и завтра, пока утром, еще спят другие разработчики, другие тестировщики проверяют оставшуюся часть фичи. Тут есть важный нюанс. Нужно понимать, что это не особо ускорит общий срок и оценку готовности проекта. Вы просто выгребите проблемы раньше, чем выгребли бы их позже и сдвинулись бы сроки, как обычно. Потому что в сумме по количеству людей плюс оценки времени у нас было потрачено примерно 12 часов у 4 человек. Так и будет. Но ранние результаты и проблемы позволят не улетать в овертаймы из-за праздников, особенно если вы как менеджер ошиблись и посчитали дату готовности фичи без учета, допустим, майских праздников. Реальный пример сейчас с моих проектов. Что рекомендуется для выстраивания, собственно, прозрачных процессов? Рекомендуется использовать критерии качества по Гервину, выстроить манифест качества, то есть какие критерии вы будете обеспечивать. Там только пользовательское качество, либо будете вообще стремиться к транссидентному, либо еще что-то. Полезный инструмент визуализации используйте. Всякие метрики, дашборды, графики. Я не привожу конкретные, потому что у каждого свои инструменты, но я уверена, что у всех они есть. Начиная там от дашбордов в JIRA, заканчивая там графиками и какими-то публиками, показателями в графане. Четкие и понятные задачи. Планируйте нормальную историю. Используйте методы 3-ами, example mapping. Декомпозируйте задачи на более мелкие, чтобы они были логическими и завершенными. Устраивайте всякие планирования и распределения зон ответственности. Сделайте единую систему оценки. Используйте либо покер-плейнинг, либо метод DELF, либо любой другой метод, который вам подходит. Но пусть он у вас будет рабочий, и пусть он будет у вас один. Отслеживайте попадание в план. Постройте какой-то график. Используйте, не знаю, хотя бы Шухарта. Сформируйте график работы с удаленными сотрудниками. Если они у вас из разных часовых поясов, то пересечение должно быть не менее 3-х часов, чтобы команда была вместе. И выстроите процессы так, чтобы, если вы отсутствуете, остальные работали спокойно и дальше. Не превращайте свой рабочий день в 18 и более часов из-за старта и окончания работ разных команд в разных часовых зонах. Еще одна тема – это доверие в команде. Чтобы сформировать доверие в команде, опять же, нужны полезные штуки и метрики, и всякие встречи. Устраивайте встречи только с поставленными целями. Используйте фасилитацию. Если кто не знает, почитайте фасилитацию по Вилкинсу. Проставьте DEL, груминги и таунхоллы так, чтобы они были максимально эффективными, а не просто там порассуждать о том, какие задачи вы делали, и все. Поставьте цели для команды. Используйте ОКР или СМАРТ, что вам там больше удобней, что вам больше хочется. Налаживайте коммуникации. Научитесь работать с конфликтами. Почитайте, пожалуйста, психологические книги на эту тему. Какие бывают конфликты, как их нивелировать, что с ними делать. Используйте руководителей, пожалуйста, делегирования. Не бойтесь отдавать свои задачи другим. Учитывайте разные психотипы людей. Комбинируйте их в командах. Устраивайте онлайн-посиделки для команды по разным источникам. Можете хоть все... Если у вас там... У меня, допустим, вся команда играет в игры, и мы собираемся в игрушку, и начинаем играть, обсуждаем там всякие штуки, и это нас более сплочает, нам как бы попроще с этим. Но можно просто проводить по тому же Зуму или Скайпу какие-то посиделки, общения, какие-то там устраивают сейчас всякие метапы и всякие там полезные вещи, которые развлекательного характера для того, чтобы сплотить команду. Выстройте качественный анбординг. Про анбординг не буду сейчас рассказывать. У нас был вот буквально несколько недель назад вебинар у Насти Шариковой. Если хотите, посмотрите. Используйте в компании философию. Выстройте какие-то свои процессы, правила, этику и прочее. Я бы рекомендовала отталкиваться от Кайдзен, но это как бы я. А там уже сами смотрите. Обязательно давайте обратную связь. Любого формата выстройте эти процессы. Не забывайте говорить спасибо ребятам чуть ли не каждый день, даже если это день, когда они делали сугубо свою работу и ничего более. Потому что на удаленке обратная связь важна как никогда. Очень многие ребята зависят именно от этого. Поэтому, пожалуйста, используйте. Возьмите, может быть, не каждый день. Выстройте себе свой процесс, который вам будет удобнее, который вам хочется, чтобы был. Ну, там, допустим, не знаю, человек сделал сегодня что-то хорошее и полезное, поблагодарить его. Не сделал ничего хорошего, лучше не ругать. Если ругать, то лично, выгодите это в личной переписке, не при всех, пожалуйста. Вот. Выстрой такие полезные штуки в компании, вы сможете сформулировать, простите, некое доверие к себе. То есть, если вы будете открыты, то будут открыты и другие. Хорошая практика также поделиться, допустим, какими-то психологическими результатами тестов. Но это уже так. Если у вас команда действительно очень классная, вы там очень сплоченный коллектив, поделиться такими тестами будет полезно для того, чтобы каждый понимал, чего ему ждать от другого и чем он может помочь другому. Но, опять же, это работает только в очень общительных и очень ответственных командах, а не тех, кто просто там будет тыкать в пальцах, почему там у Васи вот такие показатели психологических скиллов, софт-скиллов, а у него там, не знаю, отношения или еще там что-то там, типа лучше, чем ко мне. Если такое в компании есть, то, конечно, вам это все не поможет. Собственно, выводы. Три кита, на которых держится успешная удаленка, это ответственность, процессы и доверие. Если тут все ок, то все у вас будет хорошо. Да, удаленка требует больше дисциплины. Если вы, пробегая мимо аналитика, раньше могли что-то спросить или в курилке обсудить какие-то нюансы, то сейчас этот вариант не прокатит. Но, по-хорошему, такого и раньше не должно было бы быть. И все равно все такие вещи необходимо фиксировать и доносить всей команде то, что вы там обсудили либо получили от аналитика на ходу. Да, потребуется продумать ряд метриков или метрики процессов, посмотреть в сторону контент, посмотреть в сторону эффективных метрик, а не для галочки, чтобы красивые графики показывать и брать количеством, а не качеством. Удаленка выглядит довольно перспективным и честным, как по мне, процессом. И хоть в ней есть ряд сложностей и проблем, но они просто другие, чем проблемы в офисах. И с ними можно также жить и просто искать подходы. Если сейчас чего-то не знаешь, то можно сходить на какой-то курс онлайн и получить всю нужную информацию все в том же удаленном режиме. В удаленке уже не получится не обращать внимания на софт-скиллы и психологические составляющие личности, на психотипы, на реформирование команд и ряд других факторов. И как бы вы ни работали в удаленке или в офисе, прокачивайте софт-скиллы, потому что работать и с теми ребятами, и теми ребятами, и на удаленке, и которые в офисе, все равно придется. У удаленной работы действительно много преимуществ, и все больше людей заявляют о готовности перейти именно на такой формат. Означает ли это, что удаленка заменит все? Нет, конечно же. Люди все разные, условия тоже есть, те, кто останется и будет работать только в офисе. Но полноценная команда вряд ли будет уже вся в одном месте собрана. Скорее всего, это будет некий комбинированный подход, какая-то золотая середина, какой-то каворкинг, когда можно прийти в офис, когда хочется, или там два дня в неделю работать в офисе, остальное время работать из дома. А может быть, и будут все в офисе, ведь многие переходят как бы в этот режим, и многие возвращаются к офисам, а многие остаются на удаленке. Поэтому многие как бы создают какие-то каворкинги и так называемые аквариумы даже, у кого что. Все это значит, что у вас появилось больше прав на выбор, и какой вариант подходит именно вам, и как искать компании, которые думают с вами в одном направлении, вы решаете теперь самостоятельно. Никто ничего вам не может, так сказать, навязать, и сказать что-то еще. Список рекомендуемых материалов, наверное, немножко больше, чем хотелось бы. Я на самом деле рекомендую хотя бы прочитать, не знаю, три-четыре книжки из этого списка, они вам помогут как в найме, так и в работе со своими сотрудниками, либо решить какие-то технические проблемы с ними, либо какие-то нетехнические, именно софтовые проблемы с ними. Список ссылок для изучения. Здесь психологические тесты для прохождения, дополнительные материалы по лекции. Это как ссылки на статьи, которые, в принципе, говорят о том же. Есть ссылка про вебинары от HeadHunter, у которых там прям целая куча вебинаров, которые рассказывают, по сути, в каждом вебинаре отдельно маленький кусочек из моей презентации. Я, конечно, по верхушкам пробежалась, а там все есть более детально, по каждому пунктику можно посмотреть, если вам не хотело. Собственно, всем спасибо за внимание. У кого есть вопросы, я с радостью на них отвечу по всей лекции. Как правильно писать письма обращения к потенциальным клиентам? Хороший вопрос. Я, в принципе, могу вам порекомендовать какой-то вопрос. Ой, вопрос, господи, как бы запрос. Главное, что хочется сказать, это если у вас не ищет... Давайте так. Если у вас примерно 10 вакансий, открывается в месяц, то постарайтесь каждое письмо писать как-то по-другому. Ну, то есть не одним шаблоном, типа, вот мы посмотрели ваш профиль и рекомендуем вам вакансию. Это, кстати, очень часто встречается такое, что у тебя профиль, допустим, у меня висит, там, тест-менеджер, руководитель отдела тестирования, мне пишут HR, типа, вот мы посмотрели ваш профиль, вы 100% подходите под нашу вакансию и дают мне ссылку, а там в вакансии, там, разработчик на Python, допустим. И я как бы сижу и думаю, интересно, где бы у меня в резюме увидели вообще хоть одно слово про Python. Но, тем не менее, как бы вот так вот пишут. Лучше, конечно, повнимательнее изучить резюме. Если вам человек действительно по резюме подходит, то тогда его звать уже на собеседование, писать ему действительно какие-то факты из его резюме и действительно как бы предлагать ему пройти уже сразу собеседование. То есть не просто нам понравилось, а если там интересно, напишите мне, а пишите прям, что предварительно там ваши скиллы устраивают наши ожидания, и мы хотим вас пригласить на собеседование. Скажите, когда вам будет удобно. И да, когда HR пишут в вакансии, очень часто есть такой тыринг и зыринг. То есть посмотрите других, что там еще есть по этой вакансии. Там, не знаю, вакансия на разработчика JavaScript, какой там еще кто что пишет по JavaScript, они увидели там какие-то инструменты или какие-то плагины, которые используют разработчики JavaScript и лепят просто все это в одну вакансию. В итоге получается каша из кучи дублирующих инструментов, которые у вас реально не используются. И как бы, ну, это выглядит для человека, который в этом все понимает, как бы, как некачественное отношение к своей работе или к салату Оливье. Поэтому постарайтесь все требования для своих кандидатов и профиль кандидатов формировать с руководителем отдела, который ищет специалиста, а не вытаскивать что-то там у других компаний, у других HR, которые написали вакансию. Иначе у вас такое салат Оливье иногда видится, что ой-ой-ой. К ситуации, когда разработчики пишут, тестировщики, например, ночью проверяют. Ну, не то чтобы ночью, это не прям ночью. То есть у меня, допустим, разработчики, они в Казахстане, собственно, разработчики заканчивают работать примерно в 3 часа, в 4 часа по Киеву, да, и по Москве сейчас одинаковое время. При этом мои ребята, которые из Москвы, допустим, и из Новосиба, из Новосиба нет, которые из Москвы, они как минимум еще 3 часа работают. И эти 3 часа они как бы потестируют. Либо же наоборот, да, там разработчики, которые работают по Москве, да, там до 6 до 7 вечера, они накодили какой-то код, утром вышли тестировщики из того же Казахстана, там в 6 утра или из Новосиба, и все это протестили до 9-10 утра, когда пришли разработчики там из Москвы или из Таллина, допустим. Вот. Ночью, конечно, никто не работает все-таки. Ночью все спят. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет для Клотопова. О, спасибо, это так миленько. Прям очень круто. Вопросов нет, отличный доклад. Спасибо большое. И вам спасибо за такую высокую оценку. Я, кстати, обещала скинуть ссылочку о оценке лекции. Она есть на презентации, но на всякий случай я еще скину. Сейчас вы ее не видите с презентацией, увидите только при рассылке, когда она вам придет. Поэтому я вам скину ссылочку в чат. Трати просто пару минуточек на то, чтобы это все оценить. Презентацию скачивать не нужно. Вам завтра все ссылки и всю презентацию пришлют на почту, я так понимаю. Помогите мне из технического оснащения, ребята, когда у нас будет рассылка презентации. И вам придет и видео, и презентация, и вы сможете по ссылкам попереходить. Подпишу, что это ссылка на отзывы, на оценку. Я очень благодарна, что вы пришли, так активно общались и отвечали. Видела несколько знакомых лиц, очень рада и приятно, что вы подключились, послушали. Мне это прям очень ценно. Собственно, если вопросов больше нет, и остались вопросы только про техническое оснащение, когда придет презентация и видео, то это больше вот наши технические специалисты вам ответят. Но я подозреваю, что завтра, потому что потом выходные, скорее всего, завтра все придет. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. Ну, раз вопросов нет, всем большое спасибо за внимание, всем хорошего вечера и всем хороших майских выходных и, в общем, в целом, и успехов в работе. Пожалуйста, работайте ответственно, доверяйте своим командам, и все у вас будет хорошо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok